С Новым Годом, Игроманы! С вами Фак и Влад Леков. В сегодняшнем новогоднем выпуске мы подготовили для вас обзор четырех хедлайнеров игровой индустрии 2007 года. Вопросы по прохождению и ответы на них также не останутся в стороне. А в конце программы вас ждет сюрприз. Но обо всем по порядку. Итак, переходим к делу. Четвертое место нашего импровизированного хит-парада занимает Test Drive Unlimited. В массовом сознании автогонки давно и прочно ассоциируются с серией Need for Speed. Меж тем, более десяти лет назад, когда НФС только-только появился на свет, ему приходилось конкурировать с Test Drive, другим лидером рынка, первая часть которого вышла еще в дремучем 1987 году. Для возрождения серии была привлечена свежая кровь в лице Aden Studio, с ранее приложивших руку консольной версии Need for Speed, Porsche Unleashed и гоночному сериалу V-Rally. Под разработку Test Drive Unlimited был выделен приличный бюджет и, главное, достаточное количество времени. Учитывая, что Xbox 360, под которой изначально разрабатывалась игра, отличается продвинутыми онлайн-возможностями, было решено максимально интегрировать их в игру. Жанр Test Drive Unlimited создатели определяют как Massively Open Online Racing, по аналогии с массовыми онлайн-РПГ, только про автогонки. В действительности Aden Studios в этом деле далеко не пионеры. Эксперименты в жанре онлайн-гонок велись и раньше. Достаточно вспомнить Motor City Online, которая отпочковалась от серии Need for Speed в 2001 году. Но пять лет назад их время так и не пришло, а сейчас в индустрии всё обстоит совсем по-другому, и популярность онлайновых проектов неуклонно растёт. Игра поступила в продажу 6 марта 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 7,5 ГБ на жёстком диске, а также видеокарты уровня Radeon 9800 или GeForce 6600GT и 512 МБ видео. Разработчики воссоздали для игры целиком весь остров Уаху. Тут, к сожалению, возникает сразу два неприятных «но». Во-первых, здорово ездить по настоящим дорогам, а не по зажатым бетонными заборами кишкам, с возможностью свернуть куда хочется. Но добираться до точки назначения по автостраде в полчаса реального времени – это уже слишком. Во-вторых, пейзажи за окном и ландшафт в целом весьма однообразны. Но наша оценка геймплея – 5 баллов. Надо учесть множество других особенностей игры. Пара слов о графике. Есть ощущение, что яркая цветовая палитра сделана в противовес депрессивным цветам основного конкурента. Большая часть острова покрыта одинаковыми текстурами и деревьями. Такова плата за размер. Зато с эффектами всё в полном порядке. Игра в светотене выглядит просто на ура. Про великолепные машины уже было сказано. Но полицейские и гражданские трондулеты могли бы выглядеть и получше. Наша оценка – 5 баллов за внешние данные. И последний штрих – это радиостанции. Настоящий хит сезон – радиоклассика. Только там можно услышать произведения Моцарта, Бетховена, Баха и Чайковского. Именно эта музыка позволяет по-настоящему почувствовать характер нового тест-драйв. Нестись в кабриолете по встречной полосе, под звуки полёта Валькирии Вагнера – совершенно изумительное и, главное, уникальное ощущение. Ни один конкурирующий продукт ничего такого не предлагает. 5 баллов за звук. Если вы не прочь обменять свою тюнингованную японку на красную Феррари с открытым верхом, то вам определённо сюда – солнце, море и классическая музыка прилагаются. Наша общая санка игры – 5 баллов. На сегодня тест-драйв Unlimited видится очень крепким проектом, который при определённой удаче может отхватить часть аудитории у непотопляемого, казалось бы, Need for Speed. Особенно после того, как недавний Pro Street продемонстрировал полное творческое бессилие своих авторов. А тут как раз новый тест-драйв со своим революционным онлайн-геймплеем, автопарком, полным шикарных машин-мотоциклов, ярким южным солнцем и классикой в качестве музыкального сопровождения. В общем, если эта игра во мне безразлична и есть вопросы, тогда смотрите дальше, и мы ответим. Первый вопрос. «Помогите, меня бесит физика в игре. Есть ли возможность сделать её реалистичной?» Отвечаем. «Да, нужно отключить помощника, но для этого надо достигнуть чемпионского титула». Следующий вопрос. «Подскажите, а где можно достать карту?» Отвечаем. «Карта есть в папке с игрой. Экстрас. Мэп проекта 510 на 360. Расширение PDF». Следующий вопрос. «А как мне пройти гонку вокруг острова на Апреме?» Третий раз прохожу, и всё время на втором месте. Отвечаем. «Возьми машину или мотоцикл класса А». Следующий вопрос. «У меня сильно тормозит игра в местах, где большой трафик. А можно его убрать?» Отвечаем. «Только если удалить папку «Трафик» с директорией с игрой». Следующий вопрос. «А что делать, если получил три звезды от копов, а деньги не хочется тратить? Сколько надо ждать?» Отвечаем. Надо уезжать от них как можно дальше. Причём только по дорогам. Тогда звёздочки уменьшаются. Но три звезды уже нельзя снять. Хотя, если постараться, то иногда получается. Третье место досталось онлайн-шутеру «Америка с армией». Американцы, как известно, нация практичная и привыкшая из всего извлекать выгоду. Как оказалось, такого рода настроения близки не только рядовым гражданам США, но и серьёзным дятенькам в погонах из Министерства обороны. Здраворассудив, что нынешнюю молодёжь не соблазнишь разговорами о мировой победе, демократии, они вложили ни много ни мало 8 миллионов долларов в онлайн-фпс, призванные воспитывать в молодых геймерах чувство гордости за вооружённые силы вообще. И американские в частности. «Америка с армией» — явление уникальное в игровой индустрии и проект исключительно мультиплеерной направленности. В игре, однако, присутствуют тренировочные миссии, которые рекомендуется пройти перед сетевыми баталиями, дабы понять основы игры, получить начальные навыки и обзавестись стартовым хонором — показателем опытности игрока, который будет расти или падать в зависимости от ваших успехов в сетевой игре. Тренировки развиты на ряд этапов. Владение штатной винтовкой М-16 и гранатами, снайперский курс М-24 и М-82, прыжки с парашютом, тест названия медика, а также спецназовские тренировки. На сладкое оставлено знакомство с ПЗРК «Джейвелин» и навыки управления армейским джипом с обвесом в виде боевой системы «Кроулс». Получив за каждый пройденный курс по соответствующему бейджу, вы будете готовы вступить в бои, проистекающие на тысячах серверах, раскиданных по всему миру. Минимальные системные требования игры таковы. «Пендиум-4» — 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 3,5 ГБ на жестком диске. Основной режим «Деплоймент» содержит 40 карт и 2 кооперативные миссии. В первых, команды бьются друг против друга, выступая в роли американских военных и враждебных им бандформирований. В кооперации игрокам предлагается объединенными усилиями решать задачи, в которых им противостоит искусственный интеллект. Выбор вооружения достаточно велик. Американский М16А2 и М4А1, АК-47 и его модификации, которые можно отобрать у недругов. Пулемет поддержки М249 и отечественный аналог РПК поизайрыкает «Джейвелин» и РПГ. Снайперские винтовки М24, М82, винтовка «Драгунова» и «СВД», а также 4 типа гранат. Максимальный размер каждой из двух команд — 13 человек. В полной комплектации это два снайпера, два пулеметчика, один гранатометчик и обычные штурмовики. Что примечательно, за какую бы команду вы ни играли, вы всегда будете янки. Действие игры напоминает Counter-Strike, однако же Америка с армией более реалистичен. Здесь гораздо обширнее карты и, соответственно, больше возможностей для реализации себя в качестве тактика. Наша оценка геймплея — 5 баллов. При создании игры был использован сильно модифицированный движок Unreal Tournament. Госдеп США нашел золотую середину между оптимизацией сетевой игры и добротной картинкой на экране. Здесь вы не увидите тех опусов, которыми часто грешит тот же Counter-Strike. Бойцы реалистично бегают, умирают, делают знаки товарищем. Взрывы и дым на поле боя не выбиваются из общей картины. И иной раз складывается впечатление, что мы действительно присутствуем при проведении военной операции. Наша оценка графики — 5 баллов. Музыка в игре, как того следовало ожидать, представляет из себя шаблонный набор военных маршей. Но вот звук не подражаем. Выстрелы, разрывы гранат, короткие команды по радио и отчеты бойцов — все это постоянно льется из ваших колонок. На многих же серверах существует TeamSpeak, которыми вы вольны подключиться. Наша оценка звука — 5 баллов. В отечественном опыте присутствуют попытки создать что-то подобное. Вспомнить те же поделки — спецназ «Антитеррор» и серию «Боец Собра». Так вот, проект «Америка с армией» — эталон в области постановки игровой индустрии над службой национальным интересам. И российским силовикам есть ему поучиться у американских коллег. Наша общая оценка игры — 5 баллов. «Америка с армией» прежде всего привлекательна тем, что для конечного пользователя, ну то есть нас с вами, абсолютно бесплатно. Что, в общем-то, нетипичный ход для такого серьёзного проекта. Но вряд ли, конечно, она будет способна поколебать трон того же Counter-Strike, однако армия поклонников, которая насчитывает почти 10 миллионов игроков, раскиданных по всему миру, уже говорит о том, что игра пользуется успехом. Для тех, кто заинтересовался этим, с позволения сказать пиар-ходом американских силовиков, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Я хочу побывать в роли снайпера, но эта позиция для меня закрыта. Почему так? Отвечаем. Вам нужно завершить курс снайперских тренировок, а они откроются, как только вы настреляете в учебки из М16, 36 мишеней и 40 доступных. Следующий вопрос. Меня часто убивают мои же товарищи. Они что, не видят меня? Отвечаем. В игре есть мини-карта, но информация на ней не всегда полная. Чтобы обозначить своё присутствие на ней, старайтесь почаще пользоваться опцией «Report your location». Тогда ваша команда всегда будет знать, где вы в данный момент находитесь. Следующий вопрос. А есть ли в игре танки? Отвечаем. Они есть, но только под управлением искусственного интеллекта. Зато в некоторых миссиях вам предоставится возможность поуправлять джипом «Хаммер», обладающим большой мобильностью и огневой мощью. Серебро получает ремейк культовой аркады «Jets and Guns» Gold Edition. Кто ещё помнит, что такое классический скролл-шутер? Бывшие поклонники восьмибитных приставок, да, отчаянные консерваторы. В мире, где царят физические ускорители и двухъядерные процессоры, продукт чешской компании «Reck and Grass» представляется алмазом негранённым. Речь идёт об игре «Jets and Guns» Gold Edition – живому памятнику самому себе и жанру в целом. Здесь вы не увидите навороченной графики, крутых спецэффектов и какой-либо претензии на нелинейный сюжет. Но эта игра способна отнять у вас пару-тройку незабываемых дней. Сюжет игры вертится вокруг коварного злодея Ксокс и его планов по уничтожению галактики. Наш герой – отчаянный головорез-наёмник, который не гнушается убийствами в промышленных масштабах, вне зависимости от того, кто является целью. Будь то мирные жители несчастной планеты, на которую пал его взор, стадо взбунтовавшихся зомби, приведённые на убой статиста для местного телеканала о развлечении или же злодей-маньяк, вздумавший погубить всё галактическое сообщество. Творящиеся на экране лежат недосягаемые дали от заявленного рейтинга «М». Убирайте подальше от экранов стариков и детей, а перед монитором положите тряпочку. Вам не раз придётся ей воспользоваться. Требования же игры, наоборот, могут поспорить с монашеским смирением. Минимальный набор таков «Пентиум Трояк» на частоте 500 МГц, 64 МБ оперативной памяти, 32 МБ видео, а также 100 МБ на жёстком диске. Геймплей игры — постоянное движение, причём исключительно вперёд, на тон и скролл-шутер. На выбор три режима сложности. Игра состоит из 43 уникальных уровней, 270 видов не дающих скучать лихо отстреливающихся супостатов, 70 видов оружия с сотнями комбинаций их применения и прочих фишек. В общем, есть где разойтись начинающему мяснику. Ещё стоит отметить, что игра — музей чёрного юмора под открытым небом и попрание канонов оригинальности. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Разрешение игры 800 на 600 пикселей может отпугнуть гурманов, смакующих в видеоряд той же Lost Planet. Но в своей нише Jets & Guns держится бодрячком. Почти все объекты в игре, за редким исключением, можно расстрелять и взорвать в целях собственные наживы. В пике сбитого крупного противника способно вызвать потрясение игровой камеры, что, по заверению разработчиков, суть верной с голливудским традициям. Наша оценка внешних данных — 4 балла. Над звуком игры поработали профессиональные музыканты. Группа «Мэчные супремэйси» и «Некие нули». Всего 8 треков, достаточно коротких, но, тем не менее, они идеально влажатся в фон безумия, творящегося на экране. Спецэффекты также на уровне. Качественный набор взрывов и всевозможных трейлей пушек. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Jets & Guns — немногомиллионный проект, о котором будут говорить годами. Его коробка ценой всего в 30 долларов никогда не окрасится в цвет платины, так оставшись в Gold Edition. Но это, безусловно, событие в жанре смесь таланта, юмора и верности идеологии чистой аркады. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Итак, перед нами стопроцентный тренажёр для спинного мозга. Ультралинейный, не требующий от игрока никаких умственных напряжений, простой, как пробка, но всё же шедевральный в своей простоте. Какие могут быть советы в игре, где всё сводится к принципу «убей их всех»? Однако, Jets & Guns Gold Edition просто-таки утыкан всевозможными фишками для любителей стопроцентных рейтингов. Над некоторыми из них мы сейчас приподнимем завесу тайны. Первый вопрос. А для чего по игре раскинуты утята? Отвечаем. Во-первых, для медалей за найденные секреты. А во-вторых, попробуйте не обращать внимания на заверения разработчиков, что бонусов за это нет, и увидите, что из этого получится. Следующий вопрос. Из транспортов периодически упадают контейнеры с кодовым замком. Как их взломать? Отвечаем. Для этого понадобится устройство «Атарикс», в котором нужно вводить цифры. Красный цвет означает, что введённой цифры в коде нет. Жёлтый – то, что цифра есть, но стоит не на своём месте, а зелёный – то, что надо. Останется только подобрать остальные. Итак, барабанная дробь. Первое место заслуженно досталось в самой ожидаемой игре десятилетия – «Сталкер». А особо умные поклонники уже давно крестили эту игру ждалкером, и, кажется, отчаялись увидеть её в этой жизни. Если вы не знаете, о чём идёт речь, тогда вы смотрите правильную программу. Как следует из названия «Shadow of Chernobyl», «Сталкер» призван напомнить миру о том, что произошло на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Местный сюжет начинается в 2006 году, когда зона неожиданно расширяется на 5 километров. По слухам, из-за второго взрыва реактора Военные со свойственной им деликатностью опечатывают окружающее пространство. Но обнаруживаются те самые «Сталкеры» – одиночки, а впоследствии целые группировки, которые выносят из зоны ценные артефакты. Нам с вами, как нетрудно догадаться, отводится роль одного из них. «Сталкер» остался, что называется, при своих. Это колоссальных размеров экшен, снабжённый внятной сюжетной линией. Игра поступила в продажу 20 марта 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор Core 2 Duo 6400 или Athlon X2-4200+, 2 гигабайта оперативной памяти и 512 мегабайт видео, а также 10 гигабайт на жёстком диске. Своим геймплеем «Сталкер» периодически напоминает Eldo Scrolls IV – Oblivion. В постъядерных декорациях и без РПГ-возни с характеристиками персонажа. Имеется, однако, внушительный инвентарь, артефакты и всевозможные костюмы. Тут важно понимать, что, убив какого-нибудь зомби, вы не активируете очередной скрипт, который возрождает аналогичного монстра в окрестных кустах. Вы высвобождаете вакантную площадь, на которую может захотеть переселиться волк или новый сталкер. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Сталкер выглядит очень насыщенно. Графика не поражает в самое сердце, как это делали скриншоты несколько лет назад. Но в К3 постоянно происходит какое-то движение. Возраст движка дает о себе знать на открытых пространствах. Но в помещениях технология неожиданно начинает играть с шейдерами и модными спецэффектами вроде искажения воздуха. Наша оценка внешних данных – 5 баллов. Озвучка в игре хорошая. Нарекания не вызывает. Персонажи озвучены профессионально. Даже NPC разговаривают правильными голосами. Со спецэффектами все так же в порядке. Окружающая среда живет своей жизнью и фонит различными шумами. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Во всей этой многолетней эпопее интригует, разумеется, конечный результат. GSC – чуть ли не единственные разработчики бывшего СНГ, которые много лет упорно делали бескомпромиссную игру своей мечты с неограниченной свободой и самодостаточным миром. К релизу приготовили именно то, что обещали. Наша общая оценка игры – 5 баллов. И такая высокая оценка, несмотря на огромное количество недоработок и просто халтуры. И вы наверняка с нами согласитесь. Главное в игре – геймплей. А точнее, совокупность внешних данных с сюжетной линией игрового процесса. В общем, игра должна зацепить. У Shadow of Chernobyl это получается. Для тех из вас, безнадежно пойманных на этот крючок и столкнувшихся с трудностями прохождения, далее наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. А где находится долговец, которого нужно освободить на базе бандитов под предводительством Борова? Отвечаем. Он находится в подвальном помещении. С ним можно поговорить еще с улицы через решетку. Следующий вопрос. А как надеть дополнительное оборудование на оружие? Отвечаем. Наведите курсор на глушитель, прицел или подствольник. Затем перетащите его на оружие. Снять их можно, нажав правую кнопку мыши. Следующий вопрос. В лаборатории Х-18 в самом конце летает странная аномалия. Бьет огнем, дверь кто-то держит, бежать некуда. Что мне там делать? Отвечаем. Надо стрелять по летающему мигающему огоньку. Когда его прикончишь, персонаж упадет. Так и надо. Будет первый ролик. Следующий вопрос. А как присоединиться к группировке сталкеров? Отвечаем. Никак. Можно только выполнять задания главаря, но числиться в группе вы все равно не будете. Следующий вопрос. А помогите пройти за нас в самом начале игры? Никак не получается. Поможем. Есть несколько вариантов. В арку с аномалией не суетесь. Идите лучше к солдатам. Либо завалите их, либо договоритесь за деньги с одним из них. Или еще правее и есть подземный ход. А проще всего неситесь на пролом. А сейчас обещанный сюрприз. Наш подарок преданным зрителям к Новому году. Самые смешные опусы Андрея Воробья и все то, что осталось за кадром фака. А как мне плохо без алохи. Ну просто что-то какая-то жесть написано. Да никто-то тупит. Да никто-то тупит. Ну просто реально жесть. Не выговорить. Скороговорка. Хочется как-то взять, так... И по-другому. Гениально. У нас тут мега запись. Мега студии. Мега рейтинговые программы. А вы, Евгений, срываете, вторгаетесь в наше личное, можно сказать, интимное пространство. Да, у тебя там чернуха сплошная. Ой, смотри сколько гадов всяких мразей. Мрак. Ужас. Не листай. Не крути. Вернее, обратно. Пошаговый гексагональный варгейм. Я это запомнил всю жизнь. Давай, я сейчас зажгу танцпол. Ху-ху! Чего там происходит-то, друзья? Друзья, на сегодня это все. Можно там уже там бам-бам-бам, Андрей Воробей, Нигоня Голубей, Чика-чика, там чу-как. Рассказать там анекдот какой-нибудь. Иногда, глядя на название игры начинающегося На сегодня это все. Но в 2008 году нас ждет еще больше классных игр, а это значит новые обзоры и свежие ответы на ваши вопросы. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Еще раз от лица всего коллектива, работающего над этим проектом, поздравляю вас с новым 2008 годом. Желаю счастья, здоровья, хорошего настроения. Заходите в форум на сайте moos.tv.ru, меня можно найти и там. Посылайте свои вопросы на адрес faq.moos.tv.ru, мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Удачи в новом году!